Соперник бывает крутится очень здорово, уходит с удержанием, не дает делать. Вот вы, например, зашли, он начинает крутиться опять, возвращается в исходное положение. А вот у вас уже ножка заправлена, видите, да? Вот отсюда сначала делаем удержание, соперника специально отпускаем, отсюда переходим на удержание на полевой, на коноре. Вот еще раз посмотрите. Как бы специально переворачиваем его, вот, вот я его контролирую отсюда. Вот чувствуете, что соперник хорошо защищается, ничего не дает сделать. Ну раз вы в исходную позицию, нога уже заправлена на конорейку, перешли здесь на конорейку. Но тоже так опытные борцы, ножку выпрямили здесь, вот выпрямли, не дают. Конорейку как делать в этом случае? Уплосяниль Евгений Юрьевич здорово делал, я Ксенову делал по чемпиону мира. Вот, нога выпрямлена, полностью прямо плечом, чтобы было за его тазом. Вот сюда, опять же, заправляем. И двумя руками тянемся его пяточкой, вот так. Тянемся, тянемся, даже как бы у него не была выпрямлена, двумя руками вытащите пяточку. А если нога чуть-чуть согнула, все, вы уже перехватите, да, и сделаете полевой. Даже вот в этом положении, когда соперник на животе. Вот, еще раз посмотрели. Перевернули. Он опять ушел в это положение. Вот. Обычно, когда соперник отдаешь эту ногу, у него как бы рефлекс срабатывает, у него нога вот эта автоматически, она падает. И я начинаю делать, вот так делать, раз, этой рукой захватываю, как бы автоматически у него нога, когда он отвлекается на этой ноге, и я начинаю ему делать, у него рефлекс такой, что рефлекс срабатывает, и нога маленечко, чуть-чуть сгибается. А мне достаточно, чтобы она вот чуть-чуть согнулась, и я уже, как бы, краем зрения, раз, и тянул нож. Все здесь уже влюблено, реально. Спасибо. Спасибо.